Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я устала от отношения сестры ко всему. По дому она делать ничего не хочет, все через скандал живет у меня вместе с мамой. Я полностью обеспечиваю двоих никакой благодарности, я не вижу, чтобы что-то по дому сделала мама, тоже трагедия. Она встает тогда, когда я начинаю ругаться с сестрой, чтобы не было скандала. Якобы дело сделано, какая разница? А разница огромная, считают, что им все должны. Был момент, когда я разбудила сестру в час дня, чтобы она начала помогать делать дела. Встала с психами, сказала, что все достали, уходит из дома, видеть больше никого не хочет. Вечером вернулась, мама переживала, сильно просила ее вернуться. Меня никто не спросил, хотела подумать так, будто я виновата в ее истерике. Какая семнадцать летняя, учиться не работает, что мне делать? Опять ругаться, я устала. Плакать от обиды и глотать все не хочу, сколько можно жертвовать с собой. У меня маленькая дочь двух лет, и я в положении, с мучем разводе, отношения не поддерживаю. И так тяжело, еще и они так себя ведут. Помогите, пожалуйста. Ну, собственно, вот мой коллега спросил вас о том, значит, в чем именно вы видите помощь. И я думаю, что поддержу его в этом вопросе. И тоже спрошу вас о том, в чем вы видите помощь вам. Потому что, честно говоря, пока, исходя из того, что вы описали, да, вот не совсем понятно, к сожалению, какой именно помощь вы хотите, да, и как, ну, как именно вы хотите, чтобы мы вам помогли. Вот, это первый момент. Второй момент. Ну, то, что вы устали, то, что вы устали, да, то, что вы устали. Ну, на мой взгляд, вполне нормально, нормально. То есть, ну, действительно можно устать и... Действительно можно, вот, чего-то не хотеть, да. Вот, поэтому я думаю, что здесь вряд ли с вами что-то происходит ненормально. Другой вопрос, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, как мне кажется, вот, как вы к себе относитесь, вот что интереснее. Ну, ну, по крайней мере, по крайней мере для меня очень интересен этот момент. То есть, вероятно же, ведь как-то получилось так, что и ваша мама, и ваша сестра оказались у вас дома. И я не думаю, что это произошло случайно. Я думаю, что это случилось вследствие чего-то, вследствие, значит, каких-то определенных ваших действий, вот. И, на мой взгляд, нужно постараться понять, собственно, а какие ваши действия привели к тому, что ваша мама и ваша сестра, вот, оказались у вас дома, и, значит, вот они стали, ну, ни много, ни мало, да, получается, диктовать вам, значит, условия, по сути, да, условия, ну, проживания, по сути. Вот, вот это, на мой взгляд, очень такой важный момент, на который мне бы хотелось вам, конечно же, обратить внимание, потому что это в первую очередь бросается в глаза. Дальше, по дому она, я, вы пишите, по дому она ничего делать не хочет, все через комбанж, и вот у меня месяц надо. Ну, на мой взгляд, здесь как-то вот есть такое ощущение, да, есть такое чувство, как будто, что у вас есть, как бы, определенные ожидания от своей сестры, вот. А, она, вот, не сказать, чтобы, как-то вот им соответствовать. Понимаете, да? Вот, то есть, то есть, то есть. Здесь проблема заключается, на мой взгляд, в том, что вы чего-то ждете от сестры. И мне бы, пожалуй, хотелось бы понять, какие у вас основания на то, чтобы чего-то, чтобы чего-то от сестры своей ожидать. То есть, ну, вот вы хотите, чтобы она что-то делала по дому. Вот. Но откуда у вас такие ожидания от нее? Ну, я имею в виду, я имею в виду от, я имею в виду от сестры, то есть, вот. Откуда у вас такие ожидания, что она, сестра, будет что-то делать? Откуда у вас, вот, на сколько у вас обыкватные ожидания относительно нее? Можно ли ожидать от нее, если она вообще будет помогать, вот, вам что-то делать? А, по-моему, что, ну, лично мне, сейчас, просто показалось, я уверен, что это ошибка, я уверен, что я не прав, но все же, мне показалось, что вы просто хотите, как бы, заставить свою сестру, да, просто хотите заставить ее что-то делать, вот. Ну, потому что вы, например, считаете, что она должна это делать, вот. Понимаете, да? Какая, какая штука? А вот, вот. Дальше. Я полностью обеспечиваю их двоих никакой благодарности, я не вижу. Но, опять же, в данном случае, вот, вопрос. Как, ну, как так получилось, да? Как так вот получилось? Что вы обеспечиваете, значит, свою маму и сестру. Ну, каким образом? Так очень. Вы говорите, никакой благодарности нет. Вот. Ну, хорошо. Допустим. Допустим. Допустим, у нее, действительно, у сестры с вашей мамой, да, действительно нет благодарности. Вот. Это правда. Вот. Вот. Но. Почему вы ждете этой благодарности, как бы, от, ну, от них? То есть это вот в данном случае, пожалуй, мне очень интересно. То есть вы валили на себя ответственность за двух получается взрослых людей и ждете от них благодарности, ждете, что они вам помогут, очевидно. То есть это вот, на мой взгляд, конечно, такой вопрос. Довольно-таки интересно, как мне кажется, как вы к этому, вообще говоря, пришли. Вот. Дальше. Что-то потом сделала мама тоже. Трагедия. Она встает тогда, когда я начинаю ругаться и строй, чтобы не было скандалов. Ну, здесь мне лично показалось, что у вас довольно много обид. Вот. Накопилось довольно много каких-то вот эмоций, вот, так скажем, негативных. Вот. И они бьют вас вот в этом смысле через край. Вот. То есть вам бы сначала бы прожить их, прожить эти эмоции, да? прожить ваши чувства, которые у вас сейчас есть, потому что, ну, потому что совершенно очевидно, да, что очень много их у вас. Вот. А дальше уже потом, потом, вам было бы, конечно, куда более, эм, легче и куда более, эм, проще выстраивать отношения, выстраивать отношения. Вот. Вот. С, эм, 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 эми. Вот. А сейчас вы, вот, как будто бы, вот, по моим ощущениям, да, переполнены этими чувствами. Вот. Переполнены этими эмоциями. И, эм, э, сама с собой вам, э, ке, конечно, очень тяжело. Вот. На вас это давит, да, на вас это, эм, значит. Вас это гнетёт, грубо говоря. И, на мой взгляд, это нормально, как бы, ну, вот. Ну, то, что происходит, не может быть по-другому, не может быть по-другому, вот, вот, как-то, так, как-то так. Дальше, якобы дело сделано, какая разница кто сделал, а разница огромная, считаю, что им все должны. Ну, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но мне показалось, что и вы считаете, что они вам должны. Вот, вот здесь получается, рождается обида, вот, понимаете, да, какая штука. Вот, так, дальше, если вам кажется, что они вам должны, то из какого чувства вам покажется, вот. То есть, как вы к этому пришли, вот, непонятно, в данном случае, в этот момент. Дальше. Был момент, когда я разбудила сестру в час дня, чтобы она начала помогать делать дела, осталась психами, сказала, что все достали, уходит и больше видеть никого не хочет. Опять же, смотрите, а с какими именно делами вы хотите, чтобы она вам помогла? Ну, то есть, что это за дела? А как бы вы жили, если бы были одна? Вот. А вы, ну, хотите ли вы вообще быть одной? О, или нет? Вот что, интересно. На мой взгляд. Потому что одно дело, если вы хотите быть одной, и стремитесь к тому, чтобы быть одной. И, конечно, совсем другое дело, если одной быть вы не хотите. Вот. То есть, то есть, вот, очень важный момент заключается в том, а чего вы вообще сами-то хотите? Вот. Чего вы хотите сами? В этой ситуации. Ну, и как вы хотите? Вот. То есть, это вот тоже очень важный момент, на который сейчас нет ответа. К сожалению. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Дальше. Значит, вечером, вечером вернулась. А вы думали, что она не вернется, Мария? Но она переживала сильно, просила ее вернуть, меня никто не спросил. Опять же, у вас некие ожидания от своих близких. Вот. Хотела подумать так, будто это я виновата в ее истериках. Ну, вы, вероятно, действительно чувствуете, что чувствуете вину. Ей 17 лет, не учится, не работает. И что вы за нее как-то отвечаете? Что мне делать? Что делать, чтобы что? Давайте определимся сначала с целью. Вот. То есть, ну, цель какая у вас. Какая у вас цель? Вот. А дальше уже можно будет, в принципе, говорить. Вот. На мой взгляд, мне видится это так, что вы хотите как будто бы переделать своих близких. Вот. Вот. Ну. Хотите их как будто бы... Не знаю, изменить что ли. Вот. Опять же, не могу знать, правда это или нет. Вот. Потому что, ну, может быть, может быть, по-разному. Вот. Но выглядит, выглядит все. Честно говоря. Именно. Именно так. Вот. Таким. Поэтому, может быть, я ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то... А... То я... Очень рад. Буду. Вот. Если... Если я не прав. А... Но пока что... Выглядит все. Именно... Именно... Таким... Обратом. Дальше. Опять ругаться. Я устал. Я плакать с тобой декладацией. Не хочу, сколько можно... Собой жертвовать. Вот это... Очень интересный... Момент. Как мне кажется. Вы говорите... А... Потом... Значит... А... Что вы с тобой жертвуете. Вот. Скажите... 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 Пожалуйста... А... В следствии чего... И... Как... Вы... Собой жертвуете. Вот. Как вы приходите... К тому... А... Чтобы... С... А... Ну... Чтобы... А... Собой жертвовать. Вот. Это... На мой взгляд... Очень интересный момент. То есть... Если вы... Как-то... К этому... К этому... Приходите... То надо бы... Опять же... Это поисследовать. Дальше. А... У меня маленькая дочь... Двух лет... Я в положении... С мужем в разводе... Отношения не поддерживаю. Ну... Тоже... Мне очень жаль... Что вы... С мужем... В разводе. А... Здесь хочется... Сказать... Что развод это... Психоправно. Вот. То есть развод... Ну... 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 Развод является... Психологической... Эм... Травмой. Вот. И... На мой взгляд... Вам нужна... Ну вот... Э... Сначала... Ее... Эм... Эм... Пережить... Ну, то есть... Эм... Эм... Празить... Эм... 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 Празилить... вот эту вот психологическую драму, вот, и без этого вы, возможно, не сможете двигаться дальше, вот, что хочется тебе сказать. Сказать хочется то, что вы как бы как будто бы не ставите себя на первое место. Вот то, что я мог бы сказать, вот. Ну, по-моему, по крайней мере, по моим ощущениям, вот, то есть вы не привыкли ставить себя на первое место, как будто бы. И, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы научиться это делать. Вот. Научиться, научиться ставить себя на первое место. Вот. Возможно, возможно, для этого вам понадобится, опять же, помощь, помощь психолога. Вот. Потому что самостоятельно вы не справитесь, вас только вот довольно сильно накапливаются, накапливаются обиды и всё. Вот. Понимаете, да? Вот как-то так. А что ещё хочется сказать? Ну, возможно, возможно, вы хотите какого-то одобрения от, ну, от них. Вот. Я имею в виду от своих близких вы хотите одобрения. Вот. Вот. Возможно, что-то ещё. В любом случае, нужно распираться. Я бы рекомендовал изучить, изучить треугольник Карпона вам для лучшего понимания ситуации, ну, в которой вы оказались. Возможно, тогда вам будет несколько проще понять, в каком направлении двигаться. Вот. Вот как-то так. Сейчас, вот у меня сейчас, по крайней мере, есть такие ощущения, что вы вот застряли в взаимоотношениях со своими близкими. Вот. И всё, что вот вас как-то волнует, да, всё, что вас беспокоит, это только вот то, что, что делают они, как делают они, ну и так далее. Вот. То есть это, конечно, вас не может не угнетать само собой. Вот. Поэтому ваша задача, конечно, работать с личными границами, да, ваша задача работать с самооценкой. Вот. Вот. И больше заниматься, наверное, вот своими целями, да, своими задачами, да, вот. А не их учить, грубо говоря, ну, грубо говоря, жизни. Вот. Как-то так. На этом всё. Желаю вам всего самого доброго. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам в общем и целом начать над собой работу. Вот. Сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.